Привет, друзья! Меня зовут Аня, и сегодня я собираюсь с вами на фотосессию. Также буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали в моих социальных сетях. Вы увидите ссылки в описании. Подписывайтесь на них, и будем классно проводить время. Я вам расскажу, как я крашусь этим летом. Я не буду вам показывать какой-то яркий, сильный макияж. Это будет чисто легкий макияж, естественно, на лето. Если вам интересно, как я крашусь этим летом, оставайтесь со мной и поехали. Я начну с крема, но я его буду нанесить очень-очень по чуть-чуть. И крема можно нанести на шею. Я вас просила задавать у себя в Инстаграме и в ВКонтакте вопросы. Достаточно много пришло вопросов. Настя Шелдунова спрашивает, когда хочешь поехать отдохнуть в 2018 году? Передай мне, пожалуйста, привет. Настя, тебе привет. И люблю ли я одеваться стильно? Мне кажется, это очень крутой вопрос последний, потому что кто-нибудь любит одеваться стильно. Я так сегодня немного по-домашнему. Пишите, если вам нравится мой сегодняшний аутфит. Недавно для себя нашла очень-очень крутой... Ну, я не могу сказать, что это прям тональный крем. Это больше касается биби-крема. Он на основе масел, и он как раз для сухой кожи, как у меня. Это выравнивает тон кожи. Я его купила в бракарде. В последнее время я наношу тональный крем прям в баночки. Что касается того, куда я хочу поехать этим летом... Этим летом меня пригласили в две страны, которые я пока не хочу оглашать. Я уже потихонечку собираю чемоданы. Сколько ты тратишь времени на съемку и монтаж твоих видео? В зависимости от того, какое это видео, если это, конечно, видео, которое состоит из очень многих частей, сложно скомпанированное, что ли, видео. На него я трачу где-то на съемку час-два, на монтаж по пять-шесть часов. В стонном мы, в принципе, закончили. Какие каналы на YouTube предпочитаешь смотреть? В последнее время русский и украинский YouTube... Это просто куда... Ну, я не буду обобщать. В основном мне не нравится то, что сейчас на русском и украинском YouTube. Я уважаю смотреть вот в особенности американских блогеров. Во-первых, развиваю свою речь. Если вы хотите выучить английский, я оставлю, кстати, ссылочку в описании, как это сделала я. Будем мы рисовать того, чего у нас нет. Я использую палетку City Color Collection. Кисточка у меня от H&M, очень классная. Какие планы на лето у меня? Планов на лето очень много, и в основном как таковое лето у меня не будет. Потому что я буду делать экзамен, потом, другим концом, еще раз немного силы стушевую. Карина Дробинка, тебе привет. Если я правильно прочитала твою фамилию, если нет, то прости. Если бы ты могла всю жизнь слушать только одну песню, что бы это было за песню? В последнее время, кстати, в связи с тем, что в Украине закрыли ВКонтакте, я не могу нормально слушать музыку. Если у вас есть классный программ, где вы слушаете музыку бесплатно, пожалуйста, напишите мне в комментарии. Напишите еще в комментариях, чем вы вдохновляетесь, и что вам нравится в последнее время делать, что вас вдохновляет. Суеверный ли я человек? Кражусь я каждый день, даже если никуда не иду. Как мои одноклассники отнеслись к тому, что я видеоблогер? Я не кражусь каждый день. Это макияж вот чисто на лето, когда мне нужно куда-то идти. Вот сейчас собираюсь на небольшую фотосессию с моим другом. Я стараюсь не краситься каждый день, потому что кожа реально портится. Насчет того, как мои одноклассники относятся к видеоблогу. В принципе, никакого нет предвзятого отношения из-за того, что я видеоблогер или какое-то особенное отношение тоже. Мои одноклассники это мои друзья, и мы с ними в хороших отношениях. Я сейчас закрашу немного синяки. Это очень-очень легкий консилер. Бесит то, что девочки открывают рот, когда красятся. Веришь ли ты в потусторонние силы перемещения во времени странными состыков? Потусторонние силы я верю еще с детства, потому что присмотрелась полно вот этих мистичных историй. Реальная мистика, и в ней же снималась, кстати. Нету особых таких ситуаций в моей жизни, чтобы меня сподвигли верить в эту силу потустороннюю. Если есть бог, значит, есть какой-то злоб. В принципе, с лицом мы закончили. Последняя часть, без которой я просто не могу жить, это хайлайтер. В последнее время я использую вот такую палетку от Wet n Wild. Насколько я знаю, у нас она в Украине не продается, конечно. Мне очень нравятся цвета, которые тут вот это вот можно использовать как румяна. Я в основном беру вот такой золотистый цвет, шампанское, и наношу на косточку над скулой. Бетспол. Кваунтин. Качество просто. Из палетки Nudes от H&M вот этот цвет и наношу вот в рот. Для макияжа глаза буду использовать палетку Dior. Если вам немного она светит, я извиняюсь. Вот этот цвет безумно красивый. И я заметила, что мне очень идет оранжевый цвет. Вот реально, девчонки, с карими глазами вам, скорее всего, как и мне, подойдет оранжевый. Я, если по праздничному прям так иду, ношу вот такой мент от Dior. Он безумно красивый, оранжевый, с блесточками, с шиммером, как его называют. Если хочу, что это очень матовое и ярко-оранжевое, я ношу вот такой вам от Rupa Velvet Matte. Оно реально очень матовое и безумно красивый цвет. Сейчас даже покажу. Вот такой вот именно оранжевый, матовый, как я обожаю. Ну а сегодня я буду пользоваться вот именно таким. У меня есть две туши, одинаковые абсолютно от Lancome. Это тушь, которую я не изменяю уже несколько лет. Я покупаю все новое и новое, если мне заканчивается старое. Потому что реально очень крутая. Она, во-первых, очень маленькая, и ей очень удобно прокрашивать каждую ресницу. И очень длинная, в общем, безумно классная тушь. Снимаю с нее верхний слой, прокрашиваю ресницы. Я в этом плане очень неаккуратна, и у меня, если я крашу ресницы, то тушь везде. Последний штрих. Так как это лето, я хочу добавить немного румян, хотя в основном я румяна вообще не беру. Я пользуюсь вот такой палеткой от Sios. Путешествия — это вообще то, что надо. Бронзи, румяна, красный румяна и немного пудры. Я еще раз пройдусь щеточкой по своей щечке, чтобы смешать все вместе, чтобы не было резких переходов. Вроде бы все сделала. Остались губы. Я решила сделать матовые губы. Я беру от Maybelline. Кстати, она безумно не нравится. Я ее скоро буду менять на что-то другое. В общем, смотрите, что с ней происходит. Она такая грязная вся. И вот эта вот кисточка безумно неудобная, потому что она набирает очень много продукта. И потом у тебя не губы, а какая-то сметана. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравился мой макияж на лето. Если это так, то ставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И хорошего вам лета, хорошего вам настроения. Будьте счастливы, любите, будьте любимы. И вроде бы все пожелала. В общем, всем хорошего дня, хорошего вечера, хорошей ночи, хорошего утра. Всем пока!